Субтитры создавал DimaTorzok Вот была коммунальная квартира Пара запомнившихся фильмов Типа «Пять вечеров» Никиты Михалкова Типа, значит Каких там ворот То ли Никитские, то ли еще какие-то ворота Я не помню Вот такая вот дела были Покровские ворота Вот там тоже была коммуналочка А так это вот все нормально было И вот смотрите как Иосиф Бродский написал Причем это коммуналка из коммуналок Питерская коммуналка Он вообще читал обычно, я услышал его запись Я так прочесть не могу и не хочу Мне не нравится, как он читает Он читал так Не выходи из комнаты, не совершай ошибку Что такое вот фундаментальное Как будто что такое вот Не тронь, а то мир обрушится Кстати, действительно так, наверное, было По его впечатлениям Я в коммуналке не жил Не выходи из комнаты, не совершай ошибку Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку За дерево бессмысленно все Особенно возглас счастья Только в уборную и сразу же возвращайся Да? А лучше не ходить Потому что такая жизнь вокруг Советская, она плохая была И не хотелось не жить Вот сейчас все ругают, молодежь ругает Ой, так плохо Мы никак олигархами стать не можем Да? А там что? Вы что, попали бы в номенклатуру? Хрен с маком Не попали бы туда А тут вот только коммунальная квартирочка И больше ничего Потому что пространство сделано из коридора Кончайся счетчиком Вот такая строка есть В прихожей пахнет капустой И мазью лыжной Все это там рифмует, скажешь, чем-то Не выходи из комнаты Считай, что тебя продуло Что интереснее на свете Стены и стула Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером Таким же, как ты был Тем более изувеченным Жизнь была плохая советская Нас увечила она, да? Калечила нежные души Ну вот как нежную душу Иосифа Бродского, по крайней мере Он же художник, поэт Не выходи из комнаты Опускай только комната Догадывается, как ты выглядишь И вообще инкогнито Эрго сум, как заметила форма В сердцах субстанция А как заметила форма В сердцах субстанция Не выходи из комнаты На улице чайни Франция Мы там французский фильм обожали Жизнь такая там была Светло, ярко светит солнце Красивые машины Луи де Финес Фантомас разбушевался А тут А экогнито эрго сум Эрго сум Когнито эрго сум Мыслью значит существует А тут инкогнито эрго сум Не мыслью значит существует Вот так вот Не будь дураком Будь тем, чем другие не были Не выходи из комнаты То есть Дай волю мебели Слейся лицом с обоими Запрись и забрикадируйся Шкафом от хроноса, космоса, эроса Расы и вируса То есть замкнись от этой жизни Уйди во внутреннюю миграцию Раньше это называлось у нас внутренней миграцией И вот единственный мой хороший знакомец По коммунальным квартирам Я у него как-то жил даже В Москве Он жил недалеко от Большого Харитоновского переулка Там где Пушкин когда-то жил кстати И вот у него была одна маленькая комнатка Шкаф В такой вот большой-большой-большой Коммунальной квартире Где было много жильцов Там уборная была Всё как положено И вот он говорил Я волком бы выгрыз Да нечего грызть Говорил он так вот улыбаясь В очках всегда треснутых Он был специалист по влипанию Он так про него Его отец так характеризовал А вот я хочу вам Между прочим Мало кто понимает По-настоящему стихотворение Маяковского Про паспорт советский Я вам сейчас вот прочту И прокомментирую Я волком бы выгрыз бюрократизм К мандатам почтения нету К любым чертям с матерями катись Любая бумажка Но эту По длинному фронту Купе и кают Чиновник учтивый движется Сдают паспорта И я сдаю Мою пурпурную книжицу Он кстати был выездным человеком-то В 29-м году писал Он по Европам ездил И вот значит где-то границу он пересекает У него собирает значит на проверку паспорта К одним паспортам улыбка На польские выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости Откуда мол и что это за географические новости Тогда только появилась Польша И вот тут вот А Польша-то она пропала в конце 18 века Граница проходила где-то по линии Рига Псков Киев Вот это было ее А ее потом делила Делила Россия с Австрией и Пруссией И доделила Ну вот значит после Первой мировой войны Появилась Польша независимая Она кстати говоря хотела вернуть все свои владения От моря до моря Ну была советско-польская война Все как положено А тут вот с некой такой симпатией Говорит про польский паспорт-то да Политик, дипломат Ну И не повернув головы качаны Чувств никаких неизведов Берут не моргнув паспорта датчаны Разных прочих шведов И вдруг как будто ожогом Рот скривила господину Это господин берет мою краснокожую паспортину Берет как бомбу Берет как ежа Как бритва обоюду острую Берет как гремучую 20 жал Змею двухметровую росту Потому что зачем советский человек мог приехать тогда в Европу Только революцию делать Либо еще тоже очень неприятная вещь Но революцию делать она будет тихо В вагоне шуметь не будет Или на пароходе А вот Дипкурьеры были Это был обычный объект для нападения Белогвардейских Вот иммигрантов Белых иммигрантов Милое дело Напасть на дипкурьеров И перебить их Они обычно вот жили Ехали вдвоем Два дипкурьера в одном купе Фильм даже был Сумкой дипкурьера Ну в общем Это обычная цель была для Так сказать Белогвардейских иммигрантов Да Моргнув многозначащий глаз носильщика Хоть вещи снесет задаром вам Жандарм вопросительно смотрит наш сыщика Сыщик на жандарма Вот так вот И фраза есть такая у моего любимого поэта Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза И вот это думаете относится вот к этому носильщику Который моргнул ему глазом Мосильщик-то он, знаете, верит в красную пропаганду В то время красная пропаганда Гораздо сильнее была всякой буржуазной Это точно А он Тогда паспортов внутренних не было в СССР И вот этот вот красный паспорт Это был загранпаспорт Только загранпаспорта были Внутри их не было В этом с одной стороны было преимущество Все кинул, уехал другом и сказал что ли Петров или Иванов И про тебя забыли, что ты на самом деле Сидоров И что, с тебя что-то надо спросить Вот, а потом уже ввели паспортную систему А тут у него есть загранпаспорт И он может с ним выехать за рубеж Представляете, как здорово было ему, да То есть читайте, завидуйте Я гражданин Советского Союза Это относится прежде всего к нам К простым людям А вообще, значит, Маяковский Он был такой поэт-футурист Фьючер турист И вот я вам два кусочка прочитаю Одно называется Облака в штанах Он такой, знаете, вот Я уйду Солнце моноклем Вставлю в широко растопыренный глаз Невероятно себя нарядив Пойду по земле Чтоб нравился и жёгся Впереди на цепочке Наполеона поведу Как мопса Вот так он написал А когда уж стала революция Он стал к штыку приравнять перо просил Наступил на горло своей песни И вот что он писал Он в черепе сотни губерний ворочал Людей носил до миллиардов полутора Он взвешивал мир в течение ночи А утром всем, всем, всем и так далее Про Ленина уже, да? Только ж не хватает на поводке этого самого Наполеона вместо мопса Правда? Вот так вот Так, ну что вам скажу Я вот когда собирался с вами поговорить-то Начал, нашёл очень замечательный текст И текст знаете чей? А вот вы попробуйте угадайте Вообще обалдеть Я бы не поверил, что это написал этот писатель Да Вот слушайте Мария Спалансо Была дочерью одного крупного барселонского торговца В тот день, когда исполнилось ровно 20 лет Она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка Спалансо Очень красивого и, как говорили, учёнейшего испанца Выходила она замуж по любви Муж поклялся ей, что он убьёт себя, если она не будет с ним счастлива Он любил её без памяти На второй день свадьбы участь её была решена Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась Барселона, большой город Ей встретился молодой монах «Как пройти на улицу святого Марка?» Обратилась она к монаху «Клянусь кровью святого января, что ты ведьма!» Сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах «Если бы ты не был монахом, то я подумал бы, что ты пьян» Сказала она, вот эта красавица, Спалансо «Ты ведьма! Где собака, которая бежала сейчас впереди меня?» «Собака эта обратилась к тебе! Я видел, я знаю!» «Я не прожил ещё и 25 лет, а уже уличил 50 ведьм!» «Ты 51-я! Я Августин!» Такой знаменитый был, значит, гонитель на ведьм Скажавший это, монах перекрестился, повернулся назад и скрылся Пройдя полверсты, Мария ещё раз встретилась с Августином Он выходил из ворота одного большого дома с длинной латинской надписью Вместе с четырьмя другими тёмными фигурами Эти фигуры пропустили её мимо себя и последовали за ней В одной из них она узнала Августина Они проводили её до самого дома, то есть знали, где живёт Через три дня встречи с Августином К Спалансо явился молодой человек в чёрном Этот человек приказал Спалансо идти немедленно к епископу «Твоя жена ведьма!» Объявил епископ Спалансо «Благодарю Богу!» — продолжал епископ «Человек, имеющий от Бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа Открыл нам и тебе глаза Видели, как она обратилась в чёрную собаку И как чёрная собака обратилась в твою жену Иди домой и приведи её сейчас сюда Спалансо стал бледнее мертвеца «Тебя хотят монахи сжечь, Мария!» — сказал он жене, придя домой от епископа «Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привезти тебя туда» Вот так вот «Послушай, жена, если ты на самом деле ведьма, то Бог с тобой, обратись в чёрную кошку и убеги куда-нибудь Если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам Убегай же, если ты ведьма» Мария в чёрную кошку не обратилась и не убежала Она только заплакала и стала молиться Богу «Послушай, — сказал Спалансо, плачущий жене Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то самое время, вот это вот скоро, которое настанет Очень просто В гавани подчиняет корабль мой брат Христофор Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец Вот так Время это, по его словам, настанет скоро Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и дрожала от холода и страха, прислушиваясь к шуму волны С нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец ее мужа «Где твоя жена?» — спросил Спалансо, епископ «Она обратилась в черную кошку и убежала от меня» — соврал Спалансо «Я ожидал, предвидел это, но ничего, мы найдем ее» — это епископ говорит Мария долго просидела в корабле, Спалансо посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое Просидела на месяц, другой, просидела третий, но желаемое время все никак не наступало Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало в руки Спалансо Вот оно объявление Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующаяся Мария Спалансо Или кто доставит ее в заседание судей, живой или мертвый, тот получит отпущение грехов Спалансо прочел это объявление, задумался, его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявление Хорошо бы получить отпущение грехов Спалансо считал себя страшным грешником На его совести лежала масса грехов В юности Спалансо жил в Толедо И под руководством отца занимался магией Он скрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы Однажды он толок что-то в железной ступке И из ступы со страшным треском вылетел нечистый дух в виде синеватого пламени Жизнь в Толедо состояла сплошной из подобных грехов Оставив Толедо после смерти отца, Спалансо почувствовал вскоре страшное угрызение совести Один старый очень ученый монах сказал ему, что грехи не простятся ему, если он не совершит Если он не получит отпущение грехов за какой-нибудь совершенный подвиг Вот серьезные грехи-то у него были видать Вот За отпущение грехов Спалансо готов был отдать все Лишь бы только освободить свою душу от воспоминания о позорном Толецком житье и избежать ада Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение Застряла в его голове, не давала ему покоя ни днем, ни ночью Он любил свою жену, сильно любил Но будь это любви, этой слабости, которую так презирают монахи, даже Толецкие доктора Пожалуй, можно было бы закрыть все эти проблемы с грехами Он показал объявление своего брата Христофору Я выдал бы ее, сказал брат Отпущение вещь хорошая Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии И выдадим ее мертвую Впрочем, мы не будем в убытке Дождемся, когда она помрет, и выдадим мертвую Пусть сожгут мертвую Мертвую не больно Она умрет, когда мы будем старые А в старости нам и понадобится отпущение грехов Зато сколько еще можно грешить до старости Вот так вот, сказал Христофор Рассмеялся и брат по плечу потрепал Через неделю Спалансо отравил свою бедную жену Труп Марии был отнесен Спалансо в заседание судей И предан сожжению Спалансо получил отпущение талецких грехов Его простили за то, что он учился лечить людей И занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения В этой книге ученый епископ писал Что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами Потому что черные волосы имеют цвет бесов И кто же этот автор? Всемирно известный Наш российский Чтимый во всем мире Ну? Антон Павлович Чехов Прошу любить и жаловать Но это у него была первая попытка А вторая попытка у него была очень удачная Она была очень смешная Вот слушайте Это уже пародия, скажем, на Виктора Гюго На башне святых ста сорока шести мучеников пробило полночь Я задрожал Настало время Я судорожно схватил Тодора за руку И пошел с ним на улицу Небо было темно, как типографская тушь Было темно, как в шляпе, надетой на голову Темная ночь Это день в ореховой скорлупе Мы закутались в плащи и отправились Сильный ветер продувал нас насквозь Дождь и снег Эти мокрые братья страшно били в нашей физиономии Молния, несмотря на зимнее время Бороздила небо по всем направлениям Гром, грозный, величественный спутник Прелестный, как мигание голубых глаз Быстрый, как мысль молнии Ужасающе потрясал воздух Уши Тодора засветились электричеством Огни святого Эльма С треском пролетали над нашими голосами Я взглянул вверх и затрепетал Кто не трепещет перед величием природы По небу пролетело несколько блестящих метеоров Я начал считать их и насчитал двадцать восемь Я указал на них Тодору Нехорошее предзнамизование Пробормотал он бледный, как изваяние Из карарского мрамора Ветер стонал, выл, рыдал Стон ветра, стон совести, утонувший в страшных преступлениях Возле нас громом разрушилось, зазгло Восьмиэтажный дом Я слышал вопли, вылетавшие из него Мы прошли мимо Догоревшего ли дома мне было Когда у меня в груди горело полтораста домов Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол Была борьба стихий Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающей гармонией стихий Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек? Пугливая, но дерзкая мечта Мы крикнули извозчика Мы сели в карету и помчались Извозчик брат ветра Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга Вот так вот Я всунул в руку извозчика кошелек с золотом Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног Антония, куда ты меня везешь? Простонал Теодор Ты смотришь злым гением В твоих черных глазах светится ад Я начинаю бояться Вот так вот Что сказал ему Теодор-то? Жалкий трус Я промолчал Он любил ее Она любила страстно его Я должен был убить его Потому что любил больше жизни ее Я любил ее И ненавидел его Он должен был умереть в эту страшную ночь И заплатить смертью за свою любовь За свою любовь Ну короче говоря Он скинул его и этого извозчика в вулкан В жертву вулкана Все как положено Французская роман-то, да? Вот так вот Так вот он приезжает потом Я зашел в гостиницу фиолетового гиппопотама И выпил пять стаканов доброго вина Доброго вина Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры Кинжал, друг смерти, помог Мне по трупам добраться до ее дверей Я стал прислушиваться Она не спала Она мечтала Я слушал Она молчала Молчание длилось Четыре часа Четыре часа для влюбленного Четыре девятнадцатых столетия Наконец она позвала горничную Горничная прошла мимо меня Я демонически взглянул на нее Она уловила мой взгляд Рассудок оставил ее Я убил ее Лучше умереть, чем жить без рассудка Логично А нет-то, крикнула она Что это? Теодор не идет Тоска грызет мое сердце Меня душит какое-то тяжелое причуствие О нет-то, сходи за ним Он, наверное, кутит теперь Вместе с безбожным, ужасным Антонием Боже, кого я вижу Антонио Вот так вот Я вошел к ней Она побледела Пойдите прочь Закричала она И ужас исказил ее Благородные, прекрасные черты Вот так вот Я взглянул на нее Ну что, зло против добродетеля Ничего не может быть Она полюбила во мне демона Я бы хотел, чтобы она полюбила во мне ангела Полтора миллиона франков отдаю бедным Сказал я Она полюбила во мне ангела И заплакала Надо же Вот так вот Сильно очень, правда? Настоящая любовь Ну, в общем, кончилось все тем, что они уехали в Америку И у них родились двое детей Правда, на него не похожие Во второй мальчик протягивает ручки к читателям И просит их не верить его папаше Потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены Папаша его боится женить бы, как огня Мальчишка мой не лжет Он младенец, ему верьте Детский возраст, святой возраст Ничего этого никогда не было Спокойной ночи Вот чего написал Чехов Антон Павлович Что-то он в шуточку пришел Это вот не самые смешные его рассказы Поэтому я их раньше никогда не слышал Вот, что я хочу вам сказать Вот режиссер мой там пошевелился Он вообще, как выяснилось Совсем недавно Он не покинул лагерь темных сил Его тут просто не выпустили И к нам в наш стан светлых сил не перешел Я вот вам расскажу Вот, скажем так, гимн Гимн, рассказ представителя Из стана светлых сил Мы гнали полоумного ублюдка Через болото камня на закат Чтоб в тупике стоянки пристрелить Между десятком древнющих фургонов И генератором электротока Сейчас не время для засужих толков О лунной мгле над желтой рекой Сам воздух посветлел после расправы Ну мы же светлые силы-то С тех пор, как труп его слезал прилив Кошмарных снов не знают наши дети Их радостные крики множат эхо Все так, как надо И вырастут еще Спасибо скажут За крепкую систему мироздания Которую мы Представители стана светлых сил поддерживаем Вот так вот Так что наша расправа над лагерем В темных силах Она не за горами Но я вот иногда думаю Вот что было бы, если бы Не было бы темных сил Нас бы никто не мог бы отличить Нас бы не выделяли Потому что Добро должно быть с кулаками Вот видите, мы его там пристрелили В конце дорожки Между фургонов Гад он оказался Но Так бы сказали, что мы плохие Но он-то был ублюдок Понимаете, в чем дело-то? Это здорово на самом деле Здорово Все-таки хорошо, что мы светлые силы-то А светлыми, потому что мы светлые на фоне черных Вот этот пиджачок, например Он кажется белым А вот на фоне чего-нибудь другого белого Он кажется не очень белым Вот так вот Такие вот дела Ну, в общем, я не знаю Манифест светлых сил дошел до вас или нет? Боюсь, что нет Боюсь, что нет Я только могу одну сказать Что замечательный такой есть автор Американец Эдгар По Он не считается поэтом И вот вообще поэзия переводной Очень трудно считать А я прочел подстрочник Его самого знаменитого стихотворения Называется «Ворон» И вот если его прочитать Подстрочник То есть там без рифма, без размера По-русски написано Вот темные силы зашевелились там За камерой А вот его стишок, но по-русски Без рифмы Однажды, когда в глухую полночь Бледный, утомленный Размышлял я над грудой драгоценных Хотя уже позабытых ученых фолиантов Когда в полусне ломал над ними себе голову Вдруг послышался легкий стук Как будто кто-то тихонько стукнул в дверь Моей комнаты Это какой-нибудь прохожий Пробормотал я про себя Стучит ко мне в комнату Прохожий И больше ничего Я отлично помню На дворе стоял тогда студионный декабрь Догоравший в камине уголь Обливал пол светом В котором видна была его агония Я страстно ожидал наступления утра Напрасно усилился я Утопить в своих книгах печаль По моей безвозвратно погибшей Леоноре По драгоценной и лучезарной Леоноре Имя которой известно ангелам И которую здесь не назовут больше никогда И шорох шелковых пурпурных занавес Полные печали и грез Сильно тревожил меня Наполняя душу мою чудовищными Неведомыми мне досели страхами Так что в конце концов Чтобы замедлить биение своего сердца Я встал и принялся повторять себе Это какой-нибудь прохожий Который хочет войти ко мне Это какой-нибудь запоздалый прохожий Стучит в дверь моей комнаты Это он И больше ничего Знаете, как складно, да? А вот когда пытаешься перевести Тут перевод вообще не нужен, по-моему А тут вот перевод Как-то в полночь я сугрюмый Полный тягостную думы Над старинными томами Я склонился в полусне Грезам странным отдавался вдруг Неясный звук рождался Будто кто-то постучался Постучался в дверь ко мне Это верно прошептал я гость В полночной тишине Гость стучится в дверь ко мне Ясно помню ожидание Поздней осени рыдание И в камине очертание Тускот леющих углей О, как ждал я рассвета Как я тщетно ждал ответа На страдание без привета На вопрос о ней, о ней, о Леоноре Что блистало ярче всех земных огней Осветили прешних дней И занавес пурпурных трепет Издавал, как будто лепет Трепет, лепет Наполнявший темным чувством сердце мне Непонятный страх смиряя Встал я с места повторяя Это только гость блуждая Постучался в дверь ко мне Поздний гость приюта просит В полуночной тишине Гость стучится в дверь ко мне Подавив свои сомнения Победивши спасение Я сказал Не осудите замедление моего Этой полночью ненастной Я вздремнул и стук неясный Слишком тих был стук неясный И не слышал я его Я не слышал, тут расслышал Дверь жилища моего Тьма и больше ничего Ну вот что вам больше понравилось Это стихотворный перевод Кстати, хорошо, мастерски сделанный Или оригинал Вот мне как-то оригинал за душу берет А перевод все-таки какой-то танцевальный Как легкомыслие какое-то получается Вот говорят, что у них, у британцев Ну, у англоязычных поэтов У них поэзия другая, чем у нас У нас тут вот такая вот Танцевальность, песенность, рифма А им эта рифма уже надоела Дело в том, что их поэзии Гораздо, как говорят, больше лет, чем наши У нас еще, собственно, с 18 века Все это стало появляться Державин, там, помните Потом Пушкин А у них-то, господи В 18 веке еще Женщины-писательницы Писали романы Которые до сих пор экранизируют Ох, какие были Тогда у них Женщины-писательницы-то Вот это я понимаю Это, вот, них древние Они все уже, им просто говорят Что у них там в рифм писать смешно А Бродский по-английски, кстати, в рифм писал Вот, не боялся Получил Нобелевскую премию Вот так вот Был у меня еще один стишочек Похоже, я его потерял Нет, это не А, вот он Пушкин написал Это вот он был молодой совсем И тоже вот Очень, кстати, говоря Такой злободневный стишок Вот Окружение мое Вот эти представители Лагеря темных сил Как я их считаю Они иногда На такую тему беседуют Заводят Провокационный разговор Лициний Зришь ли ты На быстрой колеснице Венчаной лаврами В брестящей багренице Спесиво развалясь Витуве молодой В толпу народную Летит по мостовой Нечто древнеримское Витули это просто имечка Лициний просто имечка Это никакие не Фактические персонажи Все про них тут выдумано Смотри, как все пред ним Смиренно Как все пред ним Смиренно К спину клонят Смотри, как ликторы Народ несчастный гонят Листецов Сенаторов Прелестниц длинный ряд Умильно вслед за ним Стремит усердный взгляд А ликторы Это такие типа Телохранительный Телохранительный Распорядительный Спорядительный Такой длинный топорик А вязанный Во всех сторон Пучком Этих самых Такой, так сказать Фашинкой Фация Слово фашизм Кстати отсюда происходит Вот Вот И дети малые И старцы в сединах Все не с предыдолом Безмолвно Пали в прах Для них и след колес В грязи напечатленный Есть некий памятник Почетный и священный О, Ромулов народ Скажи, да в ноль ты пал Кто вас поработил И властью оковал Квериты гордые То есть граждане Квериты гордые Под иго преклонились Кому Шо небеса Кому Поработились Скажу Витулию Витулию Отчизни стыд Моей Развратный юноша Воссел в совет Мужей Любимец деспота Сенатом слабым Правит На Рим Простел Ерем Отечество Бесславит Витулий Римлян Царь О, стыд О, времена Или вселенная На гибель Придана Между прочим Это было году В 15-м Написано 1800 Потом прекрасно Он жил При многих Еще Нет Еще При При двух царях Он жил Продолжал При Александре I И его сыне И его братья Простите Николая I Вот Прожил еще И все Это вот так и было То есть он критиковал Те существующие порядки Он диссидент был Вообще Он был диссидент Еще бабушка мне говорила Внучек Был бы Пушкин Сейчас жив Он бы тоже Был бы против Да То есть в принципе Говоря То против чего Он был Да Оно не было искрено Никогда И до сих пор Конечно стишок Хороший Хорош написано Картина Такой Пеплум Прям снимает Как На быстрой колеснице Венчанной Лаврами В брестящей Багренице А вообще Спесиво Развалясь Вообще Это так значит А не так Как я сделал Штырь Как проглотив Так что товарищи Не диссидентствуйте По хорошему Вас предупреждаю Переходите к нам В стан Светлых сил У нас не бьют И хорошо кормят Вот так вот Бай 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 Субтитры создавал DimaTorzok